здравствуйте друзья меня зовут ирина карголь я клинический психолог и когнитиноповеденческий терапевт в связи с такой вот неопределенностью и стрессом который сопровождает нашу жизнь в результате вспышки эпидемии коронавируса многим семьям необходима эмоциональная поддержка и здесь мне хотелось бы проявить немножко заботы о вас и о всех нас и дать некоторые рекомендации советы которые надеюсь будут вам полезны забота о самих себе и поддержка близких позволяет накапливать ресурсы которые потом помогут нам проявлять заботу по отношению к родным угрозы с которыми сталкиваются семьи из-за коронавируса первое это конечно высокий уровень стресса в связи с экстраординарным положением дел такого масштаба пандемии с увлечением такого большого количества стран городов людей остановка экономики земля еще не знала усиливает стресс и медиа высоко информационная освещенность событий не только профессиональными сми но и обычными людьми блогерами всеми теми кто выкладывает фото видео свои мнения комментарии не всегда такими обнадеживающими позитивными в сеть высокий риск инфицирования связи с высокой вероятностью существует большая вероятность заразиться данным заболеванием и передать инфекцию своим родным все мы об этом часто тревожимся изоляция в последнее время все мы стали довольно мобильными почти у каждого есть личный транспорт перелеты по миру стали доступнее и путешествия стали одной из наших главных ценностей а сейчас что происходит невозможно не только поехать куда-то далеко но элементарно выходы из дома стали регламентированными большую часть времени мы вынуждены проводить заперти работа на домой обучение детей дома то еще задачка многозадачность я бы сказала который тоже очень нас бывает невротизирует материальные трудности многие к сожалению остались без работы бизнес терпит убытки и заработки в целом снизились происходит так что накапливается стресс и вот этот вот накапливаемый индивидуальный стресс может приводить к проблемам во взаимоотношениях особенно если до карантина были проблемы что же делать тут вот я собрала несколько таких рекомендаций которые я надеюсь каким-то образом помогут вам справляться удовлетворяйте свои базовые потребности убедитесь что вы правильно питаетесь достаточно пьете жидкости спите если не делать этого то вы ставите под угрозу свое психическое и физическое здоровье пожалуйста заботьтесь о тебе о себе отдых и личное пространство находите время для занятий тем что любите тем что вас успокаивает что-то занимательное есть может быть для вас или расслабляющее например можете послушать музыку почитать книгу или получить что-то новое сейчас в интернете множество бесплатных курсов некоторые могут ощущать чувство вины если они не находятся 24 часа в сутки с детьми или мужем женой партнером поймите что качественный отдых приведет к более качественному уходу за детьми и более приятному общению с партнером планируйте совместные дела с семьей партнером детьми например рутинные дела такие как уборка обеда и ужины пробуйте проявлять творчество приглашайте на званые обеды друзей по видеосвязи смотрите любимое шоу вместе планируйте меню вместе готовьте еду устраивайте поединки челленджи занимайтесь спортом вместе хорошо если получится составить режим дня и как-то ему следовать учитывайте тот факт что хоть вы и родственники но все же мы все разные некоторые люди нуждаются в возможности поговорить тогда как другие в том чтобы побыть наоборот в одиночестве признавайте уважайте эти различия между вами и вашими близкими и иногда вашему партнеру необходимо личное пространство и время пусть он побудет один если ему это необходимо важно идти на компромисс и давать друг другу немножко тишины и времени для себя делитесь конструктивной информацией ограничьте поток негативной тревожащей информации например меньше обсуждайте новости ковид-19 один раз в сутки тоже касается прочтение этих новостей займитесь общением старайтесь не высказывать своему партнеру претензии лучше их выражать в форме просьбы старайтесь находить то что делает партнер правильно или хорошо а не только то что делает неправильно и говорите спасибо десятки раз день даже если это что-то такое простое незначительное например приготовил он кофе вам сотый раз или помыл посуду добрые слова и похвала могут щедро мотивировать и снижать уровень стресса ищите красоту позитивные черты в своем партнере обращайтесь к нему с любовью делитесь со своим партнером ласковыми словами объятиями принятием в 90-х годах исследователь отношений нейл джекобсон заметил что пары которые счастливы вместе и которые долго живут вместе имели такую практику каждый вечер у них был разговор снимающий стресс в котором каждый партнер делился своими мыслями заботами которые произошли за день и которые вообще не связаны с отношением или их браком вопреки норме слушающие партнеры не пытались что-либо решить дать совет они просто расспрашивали о подробностях особенно в эмоциях супруга слушая и сочувствие накивая и вот эти пары действительно остались счастливее в долгосрочной перспективе чем те которые этого не делали просите о помощи оказывайте поддержку поделитесь поделитесь эмоциями со своим партнером проявите сочувствие сострадание если партнер обратился к вам сейчас нам всем нелегко и нужно много терпения и великодушия практика самонаблюдения осознайте свои эмоции и ощущения испытывать неприятные эмоции это не угроза это нормальная защитная реакция нашего мозга перед опасностью чтобы справляться с чрезмерными негативными эмоциями старайтесь отслеживать мысли которые с ними связаны спросите себя когда чувствуете что-то тревожище о чем я сейчас думаю а может ли быть по-другому какие альтернативные объяснения ситуации есть еще что я могу сказать своему партнеру если бы он ко мне обратился поиграйте в такую игру на каждую свою негативную мысль ищите две-три противоположные более реалистичные мысли которые бы вас могли успокоить поговорить с партнером или обратитесь за профессиональной помощью если это необходимо если вы почувствуете что сами не справляетесь помните любая пандемия заканчивается неопределенность на самом деле нейтрально а самоизоляция может быть поводом укрепить ваши отношения узнать партнера поближе сплотиться вместе чтобы справиться проявляйте заботу о себе чтобы заботиться о близких берегите себя пожалуйста берегите себя